Приветики! Это Бараболька. И сегодня у нас будет маленькое занятие о фактурах. Я вам покажу, как легко с помощью одной только зубочистки сделать разные фактуры. Я буду вам показывать на примере самозатвердевающей глины. Вот такой вот керопласт. Но вы можете делать из пластилина для практики или из чего-то такого похожего на пластилин, например, полимерной глины. Вот. И если мы используем самозатвердевающую глину, то нам еще понадобится чуть воды. Приступим! Кора самая простая, что можно представить. Хотя эти формы все они простые. Чтобы сделать поверхность максимально ровной, использовать вот эту часть руки. И теперь хаотично вот так вот. После того, как мы нанесли, мы должны вот эти все углы разгладить. Если это самозатвердевающая глина, то надо использовать воду. Взять, намочить зубочистку и вот так вот аккуратненько расправить. А если это пластилин, то можно просто растереть края, чтобы они не были просто острыми. Объем должен сохраниться, но эффект, как будто бы просто процерапали, виден не должен быть. После того, как самые большие нанесены бороздки, мы должны нанести маленькие. Вот так у нас получается фактура коры. Самый простой способ сделать чешую рыбы или черепицу, это катать такие шарики и снизу вверх их приклеивать. Ну, например, вот так. Теперь, когда мы на нее посмотрим сверху, у нас получится четко, как лузка. Но есть еще второй вариант. Для второго варианта мы просто налепим вот здесь, на вот это маленькое кусочек, я вам покажу. Второй вариант вот такой. Мы смочим чуть-чуть, да? И выцарапываем. Но опять, если мы выцарапываем, то вот это все выцарапанное, надо поправить, чтобы оно было, например, вот здесь более углублено. Кроме черепицы и рыбы, такая же фактура может быть у шишки, например. Ну, вот есть два варианта. Такой вариант первый и вариант второй. Шерсть это практически как кора, но частость, прорезав чаще и желательно похаотичней. Дреды это такие, как колбаски. И их можно встретить, например, у собаки. Есть такая порода. И я забыла ее название. И у нее есть дреды такие. Шерсть из нее скручивается в дреды. Так вот, эту же технологию можно применить на человеческие волосы, например, если вы делаете куклу с дредами. Дреды это мелкие-мелкие. Чем мельче вы можете, тем лучше. Мелкие такие палочки. И желательно, чтобы они тоже лежали немножко хаотично. Кирпич. Кирпич это уложенное ровными рядами. Первым делом нужно эти ровные ряды разместить. Вот мы их размещаем. А дальше, для того, чтобы кирпич был крепким, его кладут не совсем ровно. Его кладут со смещением. Обычно вот так. Центр кирпича припадает, ну, центр вот этого кирпича припадает на новую перегородку. Поэтому я обычно размещаю один кирпич, а потом от него так, чтобы вот эта палочка была посередине нижнего ряда. Вот так. Так делают для того, чтобы кладка кирпичная крепкая была. Чтобы ее нельзя было одним ударом испортить. А мы, когда делаем фактуру, мы стараемся повторить то, что есть у нас, ну, то, что мы видим вокруг себя. То есть, вокруг себя мы видим именно такие кирпичные кладки. Чуть-чуть сгладим, чтобы оно было поровнее. Для того, чтобы сделать камень, кроме всего прочего, нам понадобится кусочек фольги. Он так хаотично свернут. И так же, как с черепицей, можно использовать два варианта. Первый вариант, это если мы будем маленькие камушки сворачивать и хаотично их размещать. Например, так, а потом так. И при этом форму менять, чтобы было похоже на натуральную кладку. То есть, этот больше, этот меньше. Вот маленький камушек. Оставляя между ними зазоры. И форму изменяя, например, поправить, чтобы был край острее у него. И тут поправить. Чтобы было как можно правдоподобней. На таких камушках потом легко сделать фактуру. Вот этой фольгой. Мы так берем, придавливаем. И у нас получилась фактура настоящего камня. Вот она. А второй вариант, это когда мы так же само хаотично эти камушки вырезаем. Но вот эти тогда углубления, которые мы вырежем, они должны быть достаточно большими. То есть, для того, чтобы этот метод вырезания был эффективен, тут должно быть много глины, ну, или материала, да. Из которого все это можно делать. И так же само. Когда все вырезано, когда разнесены вот эти все штуки, так же само можно сделать фактуру. Таким методом хорошо сделать, например, черепахи-панцирь. После разукрашивания мы получаем вот такую памятку, на которой изображены все наши фактуры, и в любой момент можно обратиться к ней и посмотреть, как и что делать. Такая получается маленькая подсказка для нас. Спасибо за просмотр. Удачных вам творилок. С вами была Бараболька. Пока-пока.